Приветствую вас. Вы знаете, ваш вопрос, он, на мой взгляд, поставлен не совсем корректно, потому что он содержит в себе, содержит в себе ряд проблем, которые вполне возможно есть у вас, которые вполне возможно вам нужно решать самостоятельно, вот, и которые, как я думаю, решать вы особо не хотите. Вот. Первая проблема, которую я вижу, исходя из того, что вы написали, это проблема того, что вы влюбились. По факту, по сути, вы влюбились со человека, которого никогда вживую не видели. Вот. Это означает что? Это означает идеализацию. Это означает что вы идеализируете мужчину, вот. И это означает что у вас есть причины, есть основания для того, чтобы его идеализировать. Это означает что вам в жизни чего-то не хватает, это означает что, возможно, возможно, вы нуждаетесь в любви, возможно, вам не хватает любви, любви. Вот, возможно, вам хватает чего-то еще, возможно, есть какие-то желания у вас, которые вы хотите реализовать через мужчину. Но идеализация, а в данном случае влюбленность, это по сути идеализация. Это детская позиция, детская реакция. И нельзя говорить о том, что чтобы строить отношения без разрешения внутреннего конфликта, внутренних и внутренних противоречий, которые у вас есть. Вот невозможно. Невозможно. Так. Ну, то есть, конечно, я понимаю, что вы, возможно, мои слова всерьез не воспримете, я понимаю, что, возможно, вы ищете именно ответы на свой вопрос, именно ответ на вопрос, как, значит, обратить на него внимание, точнее, как обратить его внимание на себя. Вот. Я вам на этот вопрос, конечно, отвечу тоже, вот, но просто хотел бы, вот, чтобы вы именно, именно знали, что ваша влюбленность, это идеализация, это чувство, чувство, именно к образу человека, но не к реальному образу. А к тому образу, который видится вам. Это то, как вы воспринимаете человека в контексте своих желаний, в контексте своих потребностей. Это первое. Второе. По какой причине вы обратились в социальные сети? То есть, по какой причине вы, ну, нашли этого человека в социальных сетях? То есть, предпочли, реально, предпочли виртуальное общение реальному. Вот. То есть, у этого тоже есть свои причины, на мой взгляд. Вот. И причины крайне важные. Важные. То есть, вы живое общение, живое общение, либо для себя обесцениваете, либо не можете найти возможность для того, чтобы его реализовать. Вот. Либо выбираете мужчин, которые для вас недоступны. Кстати, это вот такая же, ну, такая модель поведения, да, такая реакция. Вот. Да. Тоже вполне может быть. И так далее. Потому что, ну, допустим, общаетесь вы с человеком, да. Вот. Он, этот человек, соответственно, что там, занятой, да. Ладно, он вам понравился. Ну, вы по какой-то причине пошли в социальные сети его искать и по социальным сетям в него влюбились. То есть, не видя реального человека, общаясь только по телефону с ним. Вот. И, естественно, додумав себе о том, какой он, не зная при этом его настоящего. Вот. Это ваша ошибка. Это ваши ошибки. Вот. Дальше. Следующий момент. Психологи не решают задачу в том смысле, что мы помогаем разобраться с проблемами человека, но мы не устраиваем личную жизнь за человека. То есть, я могу, например, рассмотреть ваши личные проблемы, противоречия, конфликты, сложности, комплексы, сомнения и так далее. Синкретические образования, негативные установки и так далее. Для того, чтобы разрешив все это, вы стали той женщиной, какой вы являетесь. И та женщина, которая вы являетесь, смогла бы привлечь мужчину такого, который ей бы идеально подходил. Нормально. Подумайте, что за влюбленность, да, что за влюбленность у вас сейчас? Ну, если вы влюбились, то есть, если вы полюбили человека, наверное, вы хотите, чтобы он был счастлив. Откуда тогда желание обратить на себя его внимание? Ведь это для себя. А влюбленность и любовь не для себя. Любовь, точнее, не для себя. Влюбленность, да, любовь нет. Любовь не для себя. Любовь для другого. Так ваша влюбленность, это про другого или про вас? А если про вас, то в какую сфере? Понимаете? Чего не хватает вам в жизни? Вот об этом нужно говорить. Говорить о том, что почему вы нашли его в соцсетях, влюбились по уши, изучили его жизнь, начали изучать его жизнь. Как можно изучить жизнь по соцсетям, это вообще отдельная история. Вы пишите, возникла химия, мурашки, бабочки в живот и так далее. Я вам верю. Я верю в то, что это действительно так. Я верю в то, что вы это испытываете. Но нужно понимать, как бы, что есть это за чувство. Знаете, то если это чувство связано с вашими желаниями, а не желанием отдавать человеку, то это, скорее всего, зависимые отношения, зависимые чувства. Вот. И в них вы будете несчастливы в этих отношениях. Значит, ваш вопрос. Как обратить на себя внимание, если общение у нас исключительно по телефону и только деловое? Ответ. Зачем? У него, очевидно, такой реакции не возникло на вас, он не захотел искать вас в соцсетях, изучать вашу жизнь и так далее. Значит, он менее заинтересован в ваших отношениях. А значит, что вы в этих отношениях должны будете играть инициативную роль. Вы готовы на себя брать эту самую инициативную роль? Если да, хорошо. Какую цену готовы за это заплатить? За инициативную роль. То есть, насколько инициативной вы готовы быть, до какой степени? И готовы ли, соответственно, ну, расплачиваться, расплачиваться за это, за свою инициативу, ну, инициативную роль. Вот. Понимаете? Вот такая вот, в принципе, история. Вот. Но, но, прямой ответ на ваш вопрос, прямой ответ, заключается в том, что вам нужно сблизиться с мужчиной. Да? Вот. Вам нужно, вам нужно сблизиться. Что значит сблизиться? Вот. Это означает, что нужно общаться, ну, как бы, ну, более честно. Вот. Вот. Поэтому, предложите ему обсудить какой-нибудь вопрос вживую, вживую. И только в общении вживую вы сможете уже себя раскрыть. Да? То есть, вы сможете представить перед ним определенным образом, вы сможете проявлять себя определенным образом, вы сможете показать себя, какая вы, да, ну, я имею ввиду, какая вы девочка. Вот. Вот. Какая вы женщина. И, соответственно, это и послужит началом. Возможных, возможных отношений. А может быть и не послужит, потому что про девочку вы не знаете. И вы не знаете, может быть, может быть, мы мужчине, вы не понравитесь, вы же этого всего знать не можете, правильно? Вот. То, что вы надеетесь, то, что вы надеетесь на это, ну, на то, что, как бы, на то, что человек вас, значит, заметит. Вот. Я понимаю, что, то, что вы надеетесь. Вот. Но это мало, что вообще, мало, что меняет. Понимаете? Вот. Это мало, что меняет. Очень мало. Самое, что, если ваше чувство искреннее, вот, если ваше чувство искреннее, ну, вот именно чувство, если оно искреннее, то вам все равно будет. Ответит вам человек в заимности. Не ответит человек в заимности. Вот. Вам будет все равно. Потому что чувство ваше, оно будет вас наполнять. изнутри. А вот если нет, если вы ждете прямо, то это уже вопрос, это уже вопрос скорее к вам по поводу того, а что же вы хотите. Вот. Что же вам нужно, чтобы, собственно говоря. Понимаете? Вот так. Вот это, то, то, что, эм, то, что можно вам ответить. Вот. Я понимаю, что, скорее всего, это не то, что вы хотели услышать. Вот. Но, но, я думаю, что, эээ, лучше, я думаю, что лучше, эээ, будет лучше, если, если вы все-таки, эээ, ну, услышите, как оно есть, как оно есть, на самом деле, да, эээ, чем будете тешить, тешить себя ложными надеждами. Вот. Ну, опять же, все зависит от того, насколько вы, эээ, как бы, как бы готовы к развитию. Вот. Если вы нацелены исключительно, только на, вот, набивание его внимания, да, вот, то есть, конечно, вы обратились немножко не по адресу, потому что слишком мало информации о вас, слишком мало информации о нем. Вот. Его-то жизнь вы изучили. Вот. Но, то, что вы сказали, что он увлекается машинами, охотой, это что он карьерист. Вот. Вот. Это очень мало, это очень мало для того, чтобы понять, какая ему нужна женщина, и, соответственно, какой нужно стать вам, чтобы, ну, какой нужно быть вам, или как проявлять себя, чтобы он на вас обратил внимание. Вот. Вот. Поэтому, либо обратите больше внимания на себя, и работайте на своей естественности над тем, что я сказал. Либо больше информации о нем и о себе, чтобы можно было дать более, эээ, такие, превентивные рекомендации. Но, даже в этом случае нельзя гарантировать 100% результат, потому что другой человек всегда правил сказать. Нет, извини, 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 ты не в моем, не в моем вкусе. Вот. Вот так, такая история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ полезен был вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.